мы свернули с мейн базара я не знала что здесь есть такие маленькие тихие улочки это мы пошли искать кафе какие-то местные кафе саши уже меня водил помнится честно говоря вот сейчас зашли в одно кафе он говорит нет я не уверен когда они приготовили эту еду поэтому мы сейчас наверное пойдем в другое он любит чтобы смотреть как они готовят и быть уверенным что это еда свежая что на такой жаре она не лежит 4 5 6 12 часов мне без него я ему говорю без тебя я бы конечно не рискнула по этим тихим улочкам ходить но тоже отельчики изит хотель стерлинг и да тоже отельчики нет но это не такая тихая вот мы прошли по таким тихим вообще слышно как муха летает салон таких мы тоже питаемся иногда кстати таких бывает очень вкусно готовят вкуснее даже чем хороших действительно хороших ресторанах не знаю от повара зависит наверное самую вкусную еду мы на самом деле вот таких вот маленьких забегаловках обнаруживали все-таки железные двери какие-то парикмахерская еще одна парикмахерская вери найс темпл храм и собачка спит на входе вот ганешечка у них бог с головой слоника который устраняет препятствия они ашир дебаба они ему молятся всегда при принятии каких-то важных решений ну и даже утром чтобы не было препятствий во время дня вот славочка прямо шьет здесь человек тейлор называют даймонд даймонд гестхаус а бриллиант а это что тоже тейлор а это вот шьют женскую одежду можно заказать прошлый раз мне заказывал саши стоило 250 рупий пошить а это тоже видимо на заказ шьется обувь а помнит очень он говорит местные рестораны они очень перченая пища я не хочу там пробовать потому что местные перченые спайси вот он хочет наверное куда иностранцы все-таки хоть иногда заглядывают и 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 вот сколько он на рикшу на вело рикшу навешал коробочек здесь уже опасно движение такое особенно вечером жгут зачем-то сумочки предлагают что я не помню куда I not remember this way we going a train station ok но уже железнодорожная станция мы идем в сторону железнодорожной станции он говорит ну вот кто в питере что-то наподобие нашей опрашки былые времена сейчас я давно в ней не было I remember I remember this вот какой шарик надувной шарик шарик вот еще такой же шарик продает парень вот это размер виноград яблоки яблоки здесь дорогие их выращивают на севере в моноли они очень дорогие рупий по 150 по 200 пита вкусная штука пита называется в агре ее делают сегодня проезжали агро на поезде саши мне купил коробку килограмм наверно сладость такая пита наподобие сукаты что ли собак видимо кормят куриные лапки им раздали собачкам очень жадно кушают голодные к сожалению то чтобы я хотела покушать там вкусная очень еда была раньше сейчас ее не делают может не рентабельно лепешка такая огромная была и можно было на огне сделанные барбекю как на шпажках или сыр панир или соя или грибы машером я даже с собой хотела привезти но перестали готовить маленькие магазинчике телефоны турагентство отель это улочка тоже тихая редкость здесь тихие улочки центр деле ну вот пришли в одной из его любимых кафешек потом помою ручки да мы здесь уже были аримем в дисплей ага окей ай стоп все я выключаю будем заказывать еду давай давай ест ну все сегодня ночью сажусь в самолет полетаю домой полна петли можно Субтитры сделал DimaTorzok